парни привет проехал сегодня на этом красавцы продуманном соточку где-то это kawasaki z750s он американской сборки пришел из америки мотоциклы из америки отличаются тем что они мощнее японских мотоциклов и у них нет ограничения по скорости то есть можно разогнать докуда ну докуда сможешь пока не упрется в отсечку наверно вот конкретно в этой модели вроде как стоят кованые поршни чего японских мотоциклах не бывает дальше получается стоит американский выхлоп он с ним пришел вместе с америке можно завести движок работает чисто без посторонних звуков фаре установлено светодиодная оптика светит ярко далеко видно освещает дорогу прошу что по мотоциклу ступицы поменены подшипники пыльники заменены вилка обслужена заменено масло пыльники сальники установлен вот такой вот удлинитель крыла если вы посмотрите там у своих друзей или мотоциклы которые поездили по россии то как правило здесь на радиаторе вот такой вот язык съеденной краски забитых сот замятых получается там от камней от песка как абразив получается работает куда все говно летит с таким удлинителем проблем таких не будет что у них там дороги пылесосят они не заморачиваются у нас такого нет дальше здесь установлена новая резина данлоп по двигателю отрегулированы клапана я заказывал шайбы клапана были зажаты как практически на всех мотоциклах на мощных клапанам зажаты если их во время там не регулировать в принципе оно не сильно ощущается мотоцикл чуть теряет мощность когда у него клапана зажаты но ездить так опасно потому что может прогореть клапан можно налипнуть потом на мотор дальше заменена ведущая звезда ведомая звезда цепь заменена все японские ведущую звезду я даже откопал как оригинальную с резиновым демпфером соответственно цепь когда крутится шелестит практически не издает никаких лязгающих металлических звуков также здесь установлен задний хагер защита под крылок получается соответственно говном не забрасывает амортизатор цепь на цепи долго но дольше держится смазка если вы попадаете в дождь что соответственно туда у вас не летит вода с песком ну и опять же не работает как абразив то есть там все будет целое также заменены подшипники заднем колесе в ступице резина новая установлена данлоп она комплектная одна и та же модель здесь такие поворотники стоят светодиодные которые не ломаются глушитель я заказал с ну с родного сайта производителя этих глушителей с америки флейту поставил или дебокиллер да по-другому она чуть уменьшила рев потому что если без нее он ревет конечно адово мне хватает понтоваться мне не надо поэтому звук и так приятный сами слышали вот дальше получается здесь установил такой ветровик бмв-шный почти на все мотоциклы ставлю на свои которые не имеют большой ветрозащиты да не туристы которые мне на треке не гонять в дороге очень незаменимая штука вот видите он принял на себя большую часть комаров соответственно все это было бы либо на мне либо на визоре я приехал абсолютно чистый ну и визор тоже такой ну достаточно чистый если без него то на такой мотоцикле на скоростях там свыше 140 160 больше ста километров не проедешь придется останавливаться чистить визор иначе просто все застрет ну по крайней мере у нас так на дальнем востоке вот что еще по ощущениям очень похож на мой родин который меня был потому что вес у него там порядка 180 килограмм примерно да также какой родим ну естественно родим мощнее там 180 к был и больше до зависимости от года модель здесь 110 лошадей но он заметно бодрее того же 6 потому что момента здесь больше все-таки там 600 к здесь 750 к много было разных мотоциклов файзер был литровый бандит был литр 250 впрысковый этот кстати тоже впрысковый бандит тяжелый на этом в описании наверное напишу файзер мощный хороший мотоцикл но немножко валки в повороты ну и переутяжеленный он потому что у файзера там порядка на 230 килограмм то есть на 50 килограмм тяжелее ну и когда ты там его пытаешься закатить там конь гараж или выкатить это все ты ощущаешь прямо на себе но если ты небольшой комплекции там до порядка там 70 80 килограмм весишь то мотоцикл вполне себе хорошо контуется дальше здесь получается наклеил противоскользящие такие наклейки если ехать в комбезе то ну не царапаешь получается краску не трешь ее если он там как я там в джинсах да например то не скользишь по этому баку то есть при торможении тебя не стаскивает вперед при ускорении тебя не стаскивает назад ну и не надо там вцепляться коленями в бак там до чтобы на этой краске там как-то удерживаться то есть здесь достаточно там чуть-чуть прижал колени как бы и ты на этой резинке держишься никуда не скользишь и очень хорошо контролируешь мотоцикл можешь себе позволить руки более расслабленно держать чтобы мотоцикл ехал сама ты ему не мешал вот ну так вроде бы все мотоцикл в порядке принципе готов к поездкам масло я ему залил как по мануалу 20-40 отличный для него вариант ничего тут не надо экспериментировать не лить там никакие там матю лишь матюли смысла в этом никакого я не вижу абсолютно на скорости где-то после 160 очень интересно поет мотор вместе с глушителем прям звук такой что но душа радуется едешь улыбаешься еще раз повторюсь очень стабильный мотоцикл не знаю как им это удалось то есть это конечно там не r1 да и маятник не алюминиевые а металлический он амортизатор с прогрессией конечно с регулировками вилка здесь не перевернутая до обычная но вот блин он идет вот я даже не знаю как бы вот тот же fz с алюминиевым маятником с перевернутой вилкой вот не был таким стабильным как этот может быть вес просто лишний у зата эти 180 килограмм он вполне себе подвеска отрабатывает то есть ну прям очень конечно это отличается может быть то что он американец как-то у него там по-другому не знаю запчасти какие-то внутренности не могу сказать в общем матак огонь рекомендую